С налоговой декларацией все оказалось не так просто. Проблема пришла совсем с другой стороны. Мне насчитались на 58 тысяч больше. То есть дополнительно доплатить. С какой радости. Объясняю. Там есть небольшой нюансик такой. Ну, грубо говоря, ошибка. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Продолжаю рассказывать о том, как правильно заполнить налоговую декларацию 3НДФЛ. И у меня возникли проблемы. Сейчас я о них расскажу, чтобы вы при возникновении этих же проблем просто обратили внимание. Потому что мне, например, насчитало вот этот вот сайт налог.ру на 58 сначала, потом на 55 тысяч больше налогов, чем я должен заплатить. На самом деле, то есть налоговая мне должна вернуть какую-то часть денег. А тут говорят, я так внезапно обнаруживаю, что 55 тысяч я должен заплатить. С какой радости показываю. Итак, смотрите. Ну, как я уже показывал, мы заходим на сайт налог.ру, в декларацию 3НДФЛ, жизненные ситуации, нажимаем и заходим, начинаем вводить. У нас уже есть там справки внесены от тех компаний, где мы зарабатывали деньги, и которые нам выплачивали деньги, и которые являются налоговыми агентами. В частности, это брокер. И вот здесь есть засада небольшая. Смотрите. Брокер в течение прошлого года начислял нам аккуратненько, считает все налоги, абсолютно все. Ну, кроме вот этого налога на дивиденды с акций иностранных компаний, о которых я рассказывал. Там я тоже, кажется, разобрался, но об этом я сейчас даже не буду говорить. И я там ковырялся, там надо доплатить 1,4 доллара, вот. Но на самом деле, с меня, смотрю, 58 тысяч. Откуда? Показываю. Смотрите. Вот здесь есть разделы, и все коды, все налоги и налоговые вычеты, они распределены по кодам. Вот. Я смотрю, здесь у меня, значит, брокер посчитал, что дивиденды я столько-то заплатил, на численный налог, исчисленный налог, видите, 996 рублей, удержанный 996. Я никому ничего не должен поставить налоговый вычет, там, 601, сумма превышающая, там, что-то, 141 рубль. Насколько я понимаю, это, ну, то, что уплачено где-то. То есть я даже этого не касаюсь. Дальше, смотрите, вид дохода. Доходы от купли-продажи ценных бумаг 457 тысяч 765 рублей. А вот с этим вот как раз была загвоздка. Вот. Ну, дальше у меня еще есть доходы, расходы. Это уже не столь важно. Теперь смотрите, что дальше. А дальше у меня общие суммы дохода и налога. Вот они. Значит, это сумма облагаемого дохода. Там вроде все здесь... А, нет, здесь не все правильно. И вот здесь сумма налога исчисленная 325 тысяч, а сумма налога удержана 268 тысяч. Здесь неправильно. Вот здесь ошибка. Объясняю, в чем ошибка. Я стал разбираться, я долго разбирался. Смотрите, вот здесь вот сумма вычета. Я ставлю сумму вычета. Здесь было не предоставлять вычет. Значит, я начинаю ставить вычет. И здесь не заполнено обязательное поле и так далее. Но здесь автоматически ставилась сумма, вы видели, 6400 с чем-то рублей. Вот она. 6417 рублей. А я захожу дальше в личный кабинет. Открытие брокер. Смотрю, значит, вот здесь отчеты и налоги, налоговый калькулятор. И здесь уже, здесь уже я начинаю сравнивать эти цифры, искать. И здесь достаточно сложно разобраться. Здесь достаточно сложно разобраться. Вот она, эта сумма. Результат операции с обращающимися ценными бумагами. Вот она, видим, да? Там налогооблагаемая база 33 тысячи, вы видите. Сумма налога 4329 рублей. Ну, совсем мизерная сумма налога, во-первых. А во-вторых, я вам рассказывал, что в конце года, то есть налоги считаются накопительным там результатом на брокерском счете. И в конце года я рассказывал, как снизить эти налоги. То есть я закрывал сделки, которые сейчас вот находятся убыточные, снова их открывал тут же, но при этом фиксировал более низкую ставку и, ну, для того, чтобы отложить уплату налогов. Я об этом рассказывал, как их обнулить. И я вроде бы все обнулил, а тут 55 тысяч. С какой радостью. Ну, и здесь их нет. Вы видите, что нет здесь. Ну, вот здесь, смотрите, написано. Расходы по операциям. Здесь 457 тысяч, здесь 424 тысячи. Налогооблагаемая база 33 тысячи. А что у нас в налоговой? Смотрите, запомнили, да? Расходы по операциям 424 тысячи. Где этот вычет? Его нет. Что я сделал? Я сделал следующее. Я распечатал вот здесь, вот в налоговом калькуляторе. Вернее, не здесь, а... Так, по-моему, в официальной отчетности. Да, справка 2НДФЛ за 2020 год. Я ее распечатал, потому что в... Вот здесь вот на сайте налоговой данные берутся из справки 2НДФЛ, которые предоставляет налоговый агент. А налоговый агент, вот, ну, он дает эту справку. Я это сделал. И смотрите, что у меня в справке 2НДФЛ написано. В справке 2НДФЛ. Вот она эта сумма. То есть все остальное совпадает. Я проверил прямо циферки. Раз, ставлю здесь и здесь, здесь и здесь. Они совпадают. И вот она вот сумма. Код дохода 1530. Запомнили, да? 457. Вот это вот сакраментальная цифра. Сумма дохода. Вот она. Теперь код вычета. Стоит 201. И вот она сумма. 424461. А что у нас на сайте налоговой? Смотрим. Код вычета. Вот он. Откуда он взят? Давайте смотрим еще, так сказать, на справку 2НДФЛ. Код вычета стоит еще один. 208. На сумму 28865 рублей. На сайте налоговой его нет. И код вычета 222.6417. Он там стоит. То есть вот единственный, который стоит код вычета 6417. А вот эти два кода, они не стоят. Поэтому я стал разбираться дальше. И выясняется. Смотрите. Вот на сайте налоговой смотрим. Здесь возможны. Здесь доходы. 1530 код. Доходы от операций ценных бумаг. И по этим, по этому как раз виду дохода, какие возможны вычеты. Как раз расходы по операциям с ценными бумагами. Вот они. И 218 код вычета. Все. Только два вычета возможны. Смотрим сюда. А здесь вычеты 201, который возможен. Почему-то там другая цифра стоит. 208 и 222. Я стал разбираться, что же такое код вычета 208. Ну и 222, честно говоря, даже не копался. И нашел на сайте, ну про налоговую отчетность, на самом деле, то ли главбух, то есть точка ру. Там написано, что налоговая, вот эти коды вычетов, она решила отменить. Их там нет просто. Вот в чем дело. Их там физически нет. То есть старое положение, что вот эти коды вычетов были, а по новому положению их куда-то там просуммировали. Поэтому что я сделал? Я сделал следующее. Смотрите внимательно. Код вычета 201. Видим, да? Вот я беру вот эту цифру вот отсюда, Ctrl-C и вношу в налоговую. То есть вот у меня есть справка 2НДФЛ официальная от налогового агента. То, что, ну как бы как он считает. И я эту справку, то есть ответственность налогового агента на самом деле, я эту справку копирую вот сюда. Значит, код вычета. Опля. И ставлю вот сюда. Теперь добавить вычет пишу. Какой вычет я могу здесь добавить? Только 218. Ну и Господь с ним. Значит, я добавляю 218, потому что на сайте там главбух.ру было написано, что, а что же делать? Они говорят, ну используйте тот вычет, который наиболее близко подходит к этой штуке. Поэтому я сделал следующее. Я беру предоставить налоговый вычет, ставлю то, что возможно. Дальше захожу вот сюда. И делаю следующее. Я беру и суммирую вот эти два вычета. 208 и 222 просто суммирую. Потому что вычеты есть. Единственный способ их внести вот по этой статье 218, которая, ну, наверное, наиболее близка. Равно 33 тысячи... Ну, короче говоря, вот 33 тысячи 303.49. Вношу эту сумму в налоговую декларацию. Тренды ФЛ. 33 тысячи 303.49. Вот он. И... Смотрим. Сумма налога исчисленная 267.196 рублей. Сумма налога удержана 268.183 рубля. То есть у меня переплата. И это соответствует налоговому калькулятору, который у брокера. То есть у меня все документы подшиты как бы. То есть я распечатаю вот эту вот справку 2НДФЛ. Что я делаю дальше? Дальше я делаю следующее. Здесь у меня еще идут стандартные налоговые вычеты. Да. Я еще социально-налоговые вычеты не внес. Поэтому я об этом еще одно видео сниму. Про социально-налоговые вычеты. Потому что сюда идет медицина. Вычеты образования. Вычеты инвестиционные. Вот здесь вот идут имущественно-налоговые. То есть это... Если у кого-то есть ипотека с вычетами. У меня здесь медицина есть. Сюда же можно внести вычеты по расходам на образование. Вот. То есть пока это я пропускаю шаг. Я еще не до конца ее заполнил. Смотрим дальше. По данным работодателя 16800 рублей на одного ребенка у меня. Да. Вот. Пересчитать. И вот она. Сумма переплаты по декларации. Уже переплата 1005 рублей. Пока. Вот. 1005 рублей. Это сумма переплаты по декларации, которую подал мне брокер. На сайте брокера именно эта сумма уже была тоже отражена. Отражена. И вчера я... Вот здесь написано распорядиться. Вчера я ею уже распорядился. На самом деле этой суммы уже нет. Потому что мне брокер ее вернул на счет. Вчера. Они уже деньги эти поступили. 1005 рублей. Поэтому я здесь пишу пропустить. Значит, смотрите. Не распоряжаться. Не распоряжаться. Все. Что надо сделать дальше? Обязательно. Обязательно надо сделать следующее. Вот здесь дополнительные документы. Вот здесь обязательно надо приложить те налоговые декларации. Вот она. Вот я ее беру и прикладываю сюда. Применить. То есть это вот та самая. Вот она. Чтобы налоговая могла вот эти суммы все увидеть. Понимаете? И если что, я могу их доказать. Показать. Смотрите. Вот они. Вот эти суммы. Складывайте. Получайте то, что я внес. Вот. И второй документ, который я добавляю. Это второй документ, который я получил из другого отдела. Открытие брокер. Тоже 2 НДФЛ. Вот она. Применить. Остальные все уже на сайте налоговой есть. Они там все соответствуют. Там они не нужны. Все. Теперь, значит, дальше надо нажать подтвердить и отправить. Ввести сюда пароль к сертификату. Он у меня по-прежнему не сделан пока. Но я просто распечатаю вот здесь вот этот файл. В виде PDF. Скачаю, распечатаю и отнесу в налоговую личную. И единственное, что я еще могу добавить, то что, друзья мои, делайте это быстро. Потому что времени осталось мало до конца апреля. Итак, я вам суммирую то, что я вам показал. То, что вот здесь, вот здесь, доходы, код дохода 1530, он существует. А вот вычеты 201 почему-то некорректно внесся. А 208 и 222 вычета нет. Обратите на это внимание. Я надеюсь, что это видео было полезно. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. На сегодня все. О социальных вычетах я сниму отдельное видео. Это будет дополнительно. Там, ну, в принципе, там ничего особенно сложного нет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И до встречи. Оставайтесь на моем канале.